Я приветствую вас, друзья, и в этом видео хочу обсудить с вами такую тему. Вот многие банковские заемщики говорят, что в один банк я плачу кредит, а в другой не могу или не хочу. У них там слишком большая процентная ставка, допустим, а у меня не хватает средств. Знакомо вам такое? Когда заемщик теряет работу, значительно падает его доход или возникают какие-то проблемы со здоровьем, платить по кредитам становится труднее, это очевидно. А иногда ежемесячная сумма оказывается и вовсе не подъемной. Если займов несколько, ситуация осложняется еще и выбором. Какому банку заплатить, а какие из обязательств отложить до лучших времен? Есть ли смысл платить в избирательном порядке? Как поступить рационально и с минимальными издержками? Какие решения приходят на ум должнику? Какие варианты приходят в голову заемщику, у которого нет денег, чтобы погашать ежемесячные взносы в полном объеме? Давайте рассмотрим каждый вариант. Выбрать один или несколько банков и исправно вносить платежи, а остальных просто игнорировать. Данное решение не имеет никакого смысла, поскольку на просрочке начисляются пенни и штрафы, которые перекроют долю погашенной задолженности. Это просто слив денег, ведь у одного кредитора долг уменьшается, у другого увеличивается. Сумма обязательств вырастет, невзирая на частичное погашение. Следующее – это равномерное распределение имеющихся денег между банками. К примеру, у заемщика есть 10 тысяч рублей и кредиты в четырех банках. Он перечисляет по 2,5 тысячи рублей в каждый банк, хотя платежи составляют там по 5 или 7 тысяч рублей. Полагать, что таким образом можно частично решить проблему и не стать злостным должником – в корне неверно. Должник тратит деньги, но долг не уменьшается, а растет через начисление пений и штрафов. Частичные платежи, не погашающие минимальных ежемесячных взносов, ведут к росту задолженности перед каждым банком, так как идут в счет процентов, а основной займ остается в неизменном состоянии. Решения должника, не имеющего юридических знаний, сыграют против него. Как только возникают долги и рождается дилемма, кого из кредиторов выбрать, стоит проконсультироваться со специалистом. К чему приведут самостоятельные действия должника? Даже если заемщик отдаст все деньги на кредиты, но их не хватит на полное погашение, он автоматически станет должником. Банки не простят задолженность, а предпримут одно из следующих действий. Продадут долг коллекторам. У крупных банков есть агентство-партнеры. Мелкие тоже найдут желающих выкупить чужие долги за бесценок. Взаимодействовать с легально действующими коллекторами, которые соблюдают закон, не слишком приятно, я вам скажу. Что уж говорить об агентствах, использующих угрозы, шантаж и какие-то физические методы воздействия. Лучше не допускать такого развития событий или отстаивать права через приставы в прокуратуру или суд. Следующие это подадут в суд, получат исполнительный лист и обратятся к приставам. После возбуждения исполнительного производства должника ждут запрет выезда за границу, взыскание половины заработной платы, арест имущества и продажа его на торгах. Исполнительное производство длится на практике, не ограничено долго, пока должник не покроет обязательства в полном объеме. Оба сценария негативные для должника, но их можно избежать. Про реструктуризацию и рефинансирование говорить даже не буду. Если кардинально изменить ситуацию, то это личное банкротство, которое позволит освободиться от всех кредитов. Но в любом случае, прежде чем предпринимать какое-то решение, обязательно получите консультацию и оцените все риски. Надеюсь, это видео было для вас полезно и вы примете правильное решение. И удачи вам!